Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не цивилизованного коренного населения... Вы считаете, что только Россия — злая империя в истории человечества? Продолжение следует... Многие русские называют это русофобией, и это не просто результат политической пропаганды, это скорее очень сложная система эмоций... Уточните, пожалуйста... Ну, я хотела бы привести в пример американскую русофобию... Америка скопировала концепцию свободы, демократии и прав человека у Франции, а также концепцию военно-морского господства, военной гегемонии, агрессивного маркетинга у Британии, а также пропагандистскую тактику нацистской Германии... Они скопировали всё и использовали это против России, чтобы настроить свою идеологию против нашей страны... Сейчас американская русофобия имеет свою форму по мере развития ситуации на Украине... Конечно, благодаря языку... Пропаганда начинается с языка... Пропаганда всегда была частью лингвистики... Самым простым способом вынижения России является использовать тщательно выбранных слов... Можно говорить о российском правительстве... А можно говорить о тираническом путинском режиме... Может быть, можно говорить о специальной военной операции по денсификации или же о вторжении... Поэтому очень важен выбор правильных слов... Выбор слов является первым шагом пропаганды... Обычно высококвалифицированные эксперты делают выводы, используя определённые слова... Очень легко повторять это каждый день... Поэтому программирование работает очень эффективно и влияет на повседневную жизнь людей... Эксперты тщательно проектируют слова для пропаганды... Это очень западает в человеческие ума... Вы знаете, когда начинается политический конфликт, можно проанализировать и отследить слова, которые используются для описания конфликтов... Не так сложно определить момент, когда пропагандисты создают специальные слова... К примеру, в 2014 году, когда произошёл конфликт с Украиной, было более 30 экспертов в области коммуникации из Америки... И они создали специальные слова для того, чтобы описать этот конфликт... Вы рады тому, что началась война? Нет, вы ошибаетесь... Прежде всего, это не война... А это специальная военная операция... Так как в России никто не называл Украину своим врагом... Если есть люди, которые думают, что враг России — это Украина, то, конечно, не ошибаются... Настоящий враг государства — это не что иное, как влияние Запада и их кровожадных военных... И по поводу денсификации... Неонацисты — это просто культ, придуманный, чтобы привлечь внимание... И я бы хотела назвать врагов... Кабал... Как бы не хотели это принимать, но сама Украина не является врагом у государства нашего... Точно как же, как и, например, Южная Корея не принимает весь северно-корейский народ за своих врагов... Вы знаете, Украина всё-таки является частью славянского народа... Но, к сожалению, как государство провалилось... Поскольку Украина геополитически очень важна... Западные страны превратили правительство Украины в подконтрольных им зомби для своей выгоды... Это нужно для того, чтобы в первую очередь разместить там европейское оружие... А впоследствии уже из жителей создать солдат... И всё это прямо под носом у России... Так что, конечно же, мы должны защищать себя... И кроме того... Мы были вынуждены попасть на их территорию... И впоследствии спасти людей в Украине, которые страдают от тирании... Поэтому... Я считаю, что это не война, а специальная военная операция... Потому что Украина не является врагом, я ещё раз повторяюсь... Но кабалы там есть... Поэтому... Россия не старается бомбить Киев... А продолжает поставлять электроэнергию городу... Это как пример... Представьте, что бы... Сделала Америка на нашем месте... Представляю... Так как же вы относитесь к РСБУ? Вы знаете... В нынешней ситуации военный конфликт практически закончился... Россия уже вступает в следующий этап... Это можно отследить на премьере Вагнер Групп... Российский режим предпринимает очень смелые шаги для своего преимущества... Вы озвучили мнение... Наподобие... Война на Украине... Это прокси... Война с Америкой... А украинцы идут на верную смерть из-за военного маркетинга... Ну... В этом я частично согласна... Но насколько я понимаю... Нет достаточно образованных умных политиков в припадемском режиме... Чтобы использовать рабочие стратегии... Если верить политическому опыту и здравому смыслу... Они просто глупцы... Они действительно верили, что не будет никаких проблем с продвижением границ НАТО на восток... Да, но после того как Америка потерпела неудачу и бежала из Афганистана... Никто в России не считает, что за занавесом стоит умный дирижер оркестра... И вы знаете, я немного шокирована тем, что на самом деле думали, что экономические санкции нанесут ущерб России... И... Между прочим, эта страна является единственной страной в мире, которая сама себя во всем обеспечивает... Нам не нужно ничего извне... И... Но они продолжают это делать... Они сами загоняют себя в ловушку, отказываясь от российских энергоресурсов... И вот сейчас гегемония доллара находится в кризисе... Что вы думаете с Ямжеленского? Ага... Ну, знаете, он герой только в западной пропаганде и его режим полностью запрограммирован на антироссийское правительство... Вот, к примеру, вы знаете, что западная пропаганда никогда не показывает? Да... Это американское правительство скрытно финансировало украинский переворот... К примеру, Виктория, ну... Джон Мак... И... Все они принимали участие в Евромайдане... И... Таким образом, за их спиной стоит американская политическая элита... Поэтому они могли так смело проводить такую антироссийскую политику... И... Они официально запретили использовать русский язык... И это означает, что они не дадут рабочие места людям, говорящим только по-русски... Они убивали русских на Донбассе... И подавили, к примеру, 10 российских прополитических партий, а также пророссийские СМИ... То есть теперь вы не найдете ничего российского на телеканалах украинских... Именно поэтому Крым и Донбасс захотели отделиться от Украины... 97% украинчан согласились отделить с Украиной, ибо часть России в ходе голосования... В том же году Донецк и Луганск поступили таким же образом... Они официально заявили, что не согласны с украинским фашистским режимом... Который действует в цели уничтожения российской истории, культуры... И также они не хотели создавать напряженные отношения с Россией... И именно, наверное, поэтому они также были против того, чтобы Америка развивала на их территории культуру неонацизма... Да, поэтому режим Зеленского — это ведь не вся Украина... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова